Парковки, освещение и спортивные площадки. В Кирве продолжается прием заявок на конкурс поддержки местных инициатив. Какие проекты хотят реализовать кировщане в 2019 году, знает Елена Шарыгина. Здесь у нас планируется сделать парковку вдоль проезжей части. Необходимость обустройства автостоянки на улице Розы Люксембург назрела давно, рассказывает активист фонда «Дорогу и добра» Юлия Мошкина. Сюда со всего города приезжают дети с ограниченными возможностями здоровья на занятия, а их родителям негде оставлять машины. Кроме того, рядом школа и детский центр. Поэтому без просторной парковки приходится тяжело, жалуется Юлия. Так как улица часто заставлена, родители не могут подъехать и привезти своего ребенка, чтобы он спокойно принести на руках, либо тихонечко дойти до входа. Приходится вставать либо далеко за несколько кварталов, либо перекрывать проезд и вставать, нарушая правила дорожного движения. Трудностью на пути устройства парковочной зоны стало то, что земля муниципальная. Но в администрации разрешили сделать на ней машины места. Часть из них будет предназначена для инвалидов. Цена вопроса почти 1 миллион рублей. Часть денег активисты планируют получить благодаря проекту поддержки местных инициатив. 15% от суммы готовы собрать с помощью неравнодушных. И планируем еще там сделать колясочную для тех мамочек, у которых ждут дети маленькие. Чтобы колясочная была под крышей, чтобы можно было оставлять коляски спокойно. А в Слободе-Макарье местным жителям негде отдыхать. Негласный центр поселения – детская площадка. Своими силами люди покрасили беседку, качели и другие элементы. Но здесь проводят время не только маленькие дети. Взрослые собираются на площадки на праздники. Молодежь по вечерам занимается спортом. Площадку не ремонтировали почти 10 лет. Поэтому люди убеждены – спортивные и детские снаряды становятся небезопасны. Хотелось бы привлечь общественность к нашей проблеме. И хотелось бы новое оборудование поставить не только для детей детские комплексы. Это такой, как песочный дворик. Но и тренажеры для подростков и взрослого населения. Ксения Хардина уверена – если жители объединятся, все получится. К тому же стоимость этой площадки сравнительно небольшая – 400 тысяч рублей. Ксения призналась – если участие в проекте поддержки местных инициатив будет успешным, на этом активные жители не остановятся. Как не остановились и активисты, которые занимаются обустройством парка Аполло. По проекту поддержки местных инициатив в парке Аполло несколько лет назад были заасфальтированы дорожки. А в этом году должна появиться спортивная площадка. Активисты решили принять участие в проекте еще раз. На этот раз они хотят сделать уличное освещение. На участие в проекте ППМИ на 2019 год уже поступило больше 500 заявок. При помощи этого конкурса у людей есть возможность отремонтировать дороги, благоустроить общественные и придомовые территории и многое другое. Елена Шарагина, Денис Тружков, Бюро Новостей, Давича.